Здравствуйте! Вы слушаете и смотрите программу «Право слова» в студии Олег Курсов. «Право слова» — это цикл бесед с людьми, которым есть что нам рассказать важного и интересного. Программа выходит в трех форматах. Видео, которое вы смотрите сейчас, радио в эти минуты на сайте Вестника Кавказа и в текстовом формате, который вы можете прочитать тоже на сайте Вестника Кавказа. Уверен, что сегодняшнее общение заполнится надолго и слушателям, и зрителям, поскольку у нас очень известный гость, общественный деятель, ученый, политолог, президент Всемирного конгресса Абхазо-Абазинского народа. Бывший народный депутат СССР. Я могу еще много титулов называть, но пора уже перехать непосредственно к представлению, поскольку и само имя нашего гостя очень хорошо известно и на Кавказе, и в России. Тарас Миронович Шамба. Добрый день! Я очень рад видеть вас всех, тем более эта студия мне уже не первый раз я здесь нахожусь, поэтому с большим удовольствием принял приглашение. Спасибо. Спасибо вам, Тарас Миронович. А какие титулы я еще ваши не назвал? Ну, здесь есть академики, здесь есть заслуженные юристы Российской Федерации, здесь очень много, ну, знаете, ипостасей у меня, поэтому я думаю, то, что вы сказали, вполне достаточно. Это для того, чтобы наши слушатели и зрители не удивлялись, когда будем затрагивать самые-самые разные вопросы, понимая, что во многих сферах вы эксперт и, в общем-то, довольно-таки подготовленный. В первом возрасте, когда я, в общем-то, докопил большой опыт, поэтому то, что я знаю, я готов поделиться. Традиционный вопрос нашей программы первый. Когда вы в последний раз были на родине, на Кавказе, и чем вам эта поездка запомнилась? Ну, буквально это прошло две недели, как я был в Абхазии, там была большая, значит, встреча, посвященная, а, форуму черкесской молодежи России и зарубежья, когда приехали туда представители различных стран из Америки, Израиля, Сирии, Иордании, в общем-то, Турции, очень из многих стран, и плюс еще из Северокавказских республик. Поэтому это было очень масштабное такое мероприятие, которое мне, меня попросили присутствовать, потому что нужно было пообщаться и со старшими, и с молодежью. Ну, я и сделал. Ну, и одновременно там вспомнили о том, что у меня недавно прошел юбилей. Вас дали мне должное, даже с избытком, поэтому я всем очень благодарен. И мы вас поздравляем с праздником. Спасибо большое. Праздником. Кавказ попал в зону турбулетности уже довольно-таки, ну, давно, 26 лет назад. Трясло многие народы довольно-таки долго, жестоко, но теперь на карте СНГ появилась новая горячая точка. Это Украина. И такое ощущение, что Кавказ стал уже идиллическим местом по сравнению с этим государством. Вот такой неожиданный поворот. Вот ваш прогноз, события на Украине, долго это будет продолжаться еще? Чем это может закончиться? Ну, видите ли, мне, конечно, все-таки Кавказ и этот регион очень близок, поэтому, естественно, я стараюсь основательно изучить исторические корни, сколько все-таки на Кавказе около ста народов проживает. Поэтому, естественно, каждый народ, каждый народ имеет свою самобытность настолько глубокую, интересную и всеохватывающую. Поэтому, конечно, наши связи с другими регионами бывшего Советского Союза или с другими регионами нынешнего статуса, который имеют, допустим, другие государства, конечно, нас всегда интересует, особенно интересуют те народы и те страны, которые нам близки и по духу, и по вере, и вообще по взаимоотношениям различным. Поэтому, конечно, то, что сейчас делается на Украине или в Украине... Как вы говорите вот... Да. Ну, я обычно говорю, поскольку мы уже привыкли давно говорить, да, хотя правильные будут с точки зрения грамматики в Украине. Поэтому ситуация там, конечно, непростая, очень сложная, естественно, понятно, многоаспектный подход и анализ показывают, что это событие будет надолго. К сожалению, так сложилось, что вот эта генетическая связь украинского и русского народа рушится для того, чтобы оторвать Украину от России, и Россия от Украины. А этот процесс будет долгий. К сожалению, ну, я думаю, что и может быть даже пока до конца непредсказуемый. Поэтому только можем одно сделать, это пожелать мира, спокойствия и благополучия. То есть, в целом, у вас пессимистический прогноз, да, на ближайшее будущее, по крайней мере? Да, пока оптимизма у меня, к сожалению, нет, потому что я боюсь, что это будет событие еще дальше развиваться. Но твердая позиция России, президента Российской Федерации, я думаю, что во многом должно помочь внутри украинской ситуации все-таки разрулить в более правильное русло, реальное русло развития своей страны, то есть Украины. Пресс-секретарь президента России рассказал, что много звонков поступает в администрацию президента с просьбой о помощи. Вот давайте, как вот в игре для взрослых, если бы президентом были вы, как бы вы поступили? Что бы вы ответили этим людям? Ну, чтобы не кокетничать с действительностью, я вам скажу, мне несколько раз предлагали быть президентом Республики Абхазии, от чего я отказывался. Поэтому, тем более, я с большой радостью откажусь от любой другой, официальной, значит, должности, да, любой территории, не только России, но и вообще в любом месте. Но, тем не менее, значит, с точки зрения все-таки ученого, который... Правоведа. Да, правоведа, который собирается, да, все-таки анализы, я могу сказать, с точки зрения международных правовых актов, я думаю, очень много нелегитимного сегодня совершено на Украине. Поэтому, для того, чтобы это исправить, нужно очень серьезно сесть всем сторонам и вернуться на правовое поле, для того, чтобы можно было бы Украина, чтобы развивалась правила. Поэтому, вот этот хаос, он будет продолжаться до тех пор, пока мы не вернемся, или вернее, украинский народ, многонациональный, не вернется к своим исходным позициям и не станет на путь правовой. А тогда, я думаю, что многие вопросы, скажем, связанные с государственным правовым устройством, с Конституцией, с законодательством, с экономикой, политикой, культурой и так далее, и так далее, многие вопросы тогда могут стать, в общем-то, цивилизованными. То есть, это, как я понял, такая формула, как снежный ком, неправовые решения породили новые, 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 и сейчас это нарастает. Да, да, естественно, поскольку, чем больше неправовых решений, тем больше будет, тем, ну, понимаете, в чем дело, здесь не только в политической силе, здесь просто и очень много проблем, которые вызывают вот негативного отношения. Сквозь, ну, знаете, у Абхаза есть такое извращение, руками дураков отлавливают зверь, а у русских говорят, руками дураков вытаскивают каштаны из огня. Поэтому сейчас руками вот этих людей в Украине пытаются навредить России, но прежде всего они навредят самой Украине. Поэтому здесь, конечно, нужно благоразумие и холодный ум и стратегическое мышление. Как правовед, вот расскажите, пожалуйста, объясните такую ситуацию. Если Юго-Восток Украины не примет участие в президентских выборах, Крым, который по конституции Украины остается украинским, как по версии Киева, то вообще эти выборы можно считать легитимными? Ну, с точки зрения права нет, а с точки зрения фактически все, что угодно можно быть. Поэтому с точки зрения права нет, поэтому, естественно, и хотят хотя бы придать форму, но сама суть будет все-таки нелегитимной. Вот знаете, многие пессимисты говорят, что в мировой практике ловенствует единственный правовой принцип – прав тот, у кого больше прав. Ну, это обывательский подход, конечно, а с точки зрения реальных вещей, конечно, здесь нужно исходить из реальных вещей, то, что есть на самом деле. Пока, пока, к сожалению, Украина сошла с правовых рельсов, поэтому нужно ее вернуть в правовое поле, на правовые рельсы. Тогда более-менее будет нормальная ситуация. — Серьезную семью, Манюшка, перебьем таким легким отступлением. К вам часто в день обращаются журналисты с просьбой прокомментировать ситуацию на Украине. Очевидно, имею в виду ваше имя. — Это да, вы знаете. — Самое популярное имя на Украине. — Американские журналисты ко мне обращаются даже для того, чтобы я прокомментировал ситуацию. Я говорю, по моему имени вы решили, что я имею отношение к Хохлянде или к Украине. Но они смеются, нет, мы знаем, кто есть, но понимаете, в чем дело? Слово «Тарас» — это греческое слово. Точно так же, как «Христос» — тоже греческое слово. Поэтому «Тарас» означает «буйный, страстный, необузданный». Почему «Тарас» — «бульба»? Поэтому вот именно это характеризует, перевод этих слов означает. Поэтому у меня такое имя. Бог наградил меня. Но дело в том, что это имя, видите, я тоже получил случайно. И меня, когда я родился, назвали Сергеем. По образцу, да, Сергей Миронович Киров, вы знаете, очень был популярен. Особенно. — Жил на Кавказе очень долгое время. — Да, но на Кавказе очень был популярным в Советском Союзе. И меня назвали. Но потом так случилось, война началась. И родной брат моего отца вместе со своим другом ехали на войну. И дядя попросил, если, говорит, мы погибнем, назовите именем моего друга, моего племянника, то есть меня. И они действительно погибли в этой страшной Керченской тогда битве. — Крымская история тоже. — Да, и поэтому меня вернули, вот, вместо... Потом назвали Тарасом, и я вот ношу это имя. Очень редко, кстати сказать, и в Советском Союзе было, и вот я вот сколько учился со мной, ни в школе, ни в университете, с именем Тарас никто не попадался. — Ну, это с Кавказа, а с Украины, видимо... — Украина или Белоруссия, это может быть, да. — Великий Кабзарь. — Тарас, Шевченко. Я специально ездил в Шевченко, смотрел, где он служил в свое время. — Казастанье. — Да, для того, чтобы, ну, все-таки мне было интересно, во-первых, и как личность, и как история. Он богатую жизнь прожил, но, конечно, нелегкую. Кому легко в этом мире? — Тем более сейчас на Украине. — Да. — Да. — Да. Продолжение следует...